Можно, наверное, перейти к новостям? Да, переходим к новостям, дорогие друзья. Всем привет, это ЕБМ на ДТФ. Да, с вами Артавас Мурадян. Захар Бобобобочаров. И Бобочаров, можно было бы. Бобобочаров. И Павел Болоцкий. Мы переходим к новостям, которые случились за выходные. С вами и с нами. Да, одной строкой несколько новостей, как всегда, или рубрика, нам почти в скобках всё равно. Как сообщает издательство Бука, сборник Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Pro... Как меня бесит эта херня, а? Ну, серьёзно. Ну, в смысле, почему ты не... Ну, Square Enix, что не так? Ну, вот серьёзно, почему нельзя назвать Kingdom Hearts HD Collection? В чём проблема? Потому что японцы думают, что, ну, типа, мало слишком иероглифов. Давайте, да блин, вот побольше. Ну, ладно, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prolog появится на полках магазинов 31 января 2017 года. Игра станет эксклюзивным для PlayStation 4 и будет доступна только на английском языке. Ура, наверное. Не знаю, уже 25-я часть, а третью никак не выпустят. Это не 25-я часть, это сборники, в которых всё время миксуют одни и те же части. Сначала это выходило на PS3, теперь на PS4. Ну, блин, камон. Ну, даже фиг с ним. Хорошо, что на PS4 есть возможность перебрать в Kingdom Hearts. То, что это называется Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, это, ну, это жесть. С 3 декабря все владельцы Xbox One могут сыграть Fighting Injustice God Among Us от студии NetherRealms. До этого игра была доступна только на предыдущем поколении консолей. Я так понимаю, речь идёт об программе обратной совместимости Xbox 360 на Xbox One. Два трека из Trader of Death Stranding запилили на виниле. Цена составила 15 долларов. Я вчера купил. Серьезно? Да. Я увидел прямо, купил просто в следующие 3 секунды, потому что это... У меня нет винилового проигрывателя, и я не собираю винилы, но это коллекционная вещь от Кодзима. Она лимитирована и выглядит красиво, и стоит 15 баксов. Я не знаю, что надо ещё для того, чтобы купить. Ещё? Час всего 20. Проигрыватель. Ну, а так всё хорошо. Ну, да, будет шуршать потихонечку. Ну, у меня тоже есть пару винилов. Я помню, что когда был на концерте Infected Mushroom, я не устоял перед тем, чтобы купить винил. И на концерте ещё Bondage Ferris я тоже купил маленький винил себе. Или на концерте Ласкового Мая. На концерте Ласкового Мая, к сожалению, я не бывал. Но с удовольствием бы сходил. Да, согласен. Я бы тоже чисто для расширения горизонтов, так сказать. Не, ну, серьёзно, за 15 баксов отличная пластинка красиво оформлена. Что там думать-то вообще? Проходит 5 лет. Очень годно. Единственное, что я... Слой пыли. На мне. А я всё вижу и слышу этот винил. Что хотел сказать? А, я сначала купил, потом посмотрю, когда она выходит. Она выходит в феврале, поэтому те, кто хочет купить, запаситесь терпением. Но это лимитированное издание. Ну, типа, вы можете купить, на самом деле, альбом группы Лоурор и не потеряете ничего. Вы даже приобретете ещё треков 8, наверное. Да, но при этом там не будет оформления из Death Stranding, логотипа Кодзима Продакшнс. Это плюс, да. Все эти атрибутики... Это плюс. Это, безусловно, плюс. Это, безусловно, плюс обычной пластинки Лоурор, что там не будет все эти шувальные чепухи, типа логотипа Кодзима Продакшнс, выброшенных на берег китов и прочего дерьма. Да, купите просто себе обычный винил, не пальцы. Ну, извините, я небольшой поклонник выброшенных на берег китов, да. Выброшенных на ветер денег, я думаю, сейчас скажем. 27 баксов стоит доставка DHL, но в переводе по... То есть, это же 15 долларов пластинкой, да? Да, но доставка для всех стоит так дорого. Поэтому в переводе на наши деньги, получается, цена в районе 2000 рублей примерно столько, ну, стоят винилки в магазине. Надо в iTunes посмотреть, сколько трек один стоит? 2 бакса? О, Господи, ну, потрогай свой трек, когда тебе будет грустно. А ты потрогай пластинку, когда тебе будет... И потрогай, когда доставь. Трекорев. Ты должен альбом так свой назвать, если ты будешь когда-нибудь... Потрогай мой трек, когда тебе будет грустно. Не только реклама, а это Киркоров, например. Потрогай мой трек. Киркоровна, ты сказал. Как это? Фамилия Барки. Киркоровна хорошая фамилия, кстати. Хидео Кодзима, ну, не то, что он радио... В смысле, не сравнится с этим, я имел в виду. А Хидео Кодзима в Твиттере поделился фотографией Матса Миккельсона в военной форме. Ну, это... Замацал Миккельсона. Так себе и сказал. Замацал Миккельсона. Замацал Миккельсона. Да, это нам все равно, самое главное. Хотя нет, возможно, тебе нет. Возможно, ты и Матсуа потрогал, когда тебе грустно. Я не то, что Матсуа Миккельсона огромный фанат. Ну, в смысле, он выглядит, конечно, колоритно, но, типа, актер как актер. Это Хидео Кодзима в 2019 году писал в Твиттере, что ты сериал один из самых потрясающих и сексуальных мужчин на этом свете. Это серьезно, практически. Ну, Матсуа Миккельсона он такой. Вот. А что, по-твоему, нет? Рак отжирает Гослинг. Жи Райан Гослинг. Я услышал, Рак отжирает Гослинг. Вот. Райан Гослинг прекрасен. Кстати, есть, не боясь, мне скинули уже в личку, я вам, кстати, тоже кидал. Не знаю, вы почитали или нет. Дохренищ спойлеров по Death Stranding от чувака, который до этого сливал инфу. Я не буду вам. Я специально ее не взял. Хорошие спойлеры. Осказывать их я, конечно же, не буду. Да, я не буду, потому что это спойлеры, и если там все сложится, то, ну, там основной твист, собственно, описан. Да. Вот. Поэтому избегайте слива. Мне норм. Мне норм, потому что к 2018-му, когда игра не выйдет, скорее всего, вот, а она выйдет, мне кажется, ближе к 20-му, я уже все нахрен забуду, да. Блин, знаешь, когда... И Кодзим уже все 10 раз поменяет, что так, а потом еще раз так, а потом еще раз накруфит тебя. Ты говоришь такую фразу, обычно случается подлог в памяти, и она железобетонно фиксирует тот факт, который ты говоришь, ну, я забуду к тому времени это. В 2018-м ты забудешь, как тебя зовут, может быть, даже будешь ходить под себя, но будешь помнить, что основной твист Death Stranding заключается в том, что... Да, но ничего страшного, я переживу, потому что главное там все-таки геймплей будет. Да нет, потому что ты же не знаешь, это правдивый спойлер, нет. То есть интрига все равно будет сохранена. И спойлер, ну, мы узнаем в скором времени, когда... Потому что там описан весь каст Люденсов. Да, и он... Весь каст Люденсов, и он охренительный. Там, значит, Райан Рейнольдс, это Дэдпул, и Райан Гослинг, как минимум. Два Райана. Очевидно, надо было быть Райаном для того, чтобы пройти в кастер. Два Райана этому господину. Два Райана этому господину, да. Это помимо Матса Миккельсона и... Да, Матс Миккельсон один из Люденсов. Каждый Люденс будет... В общем, схема, на самом деле, как в Metal Gear. У тебя есть пять боссов, и у каждого есть своя армия, условно. И ты каждую должен победить. Ну, как в Metal Gear'ах обычно. Ты приходишь, разные вот эти женщины в четвертой части были. Ну, со своими какими-то способностями. Ну, да, да. Ну, то есть, это четко Кадимовская схема. Ты берешь пять колоритных персонажей, у каждого будет своя особенность. Там наверняка один будет снайпер. Ну, в пятом Metal Gear'е этого не было, с Райан Райаном. Да. Там вообще почти не было боссов. В пятом он от этого отошел. Да. Да. Но, тем не менее, в остальных частях у него была эта схема, и он решил вернуться, видимо, к ней. Ты сказал отошел, я сразу вспомнил. Копатель онлайн. Вот это когда головастые человечки такие отошел. А, окей, ладно, не в курсе. Извини, не очень шарю. Да, в сорта говна не разбираюсь. Да, перейдем к основному блоку. Есть, да. А, есть донейшн. Во-первых, донаты есть, во-вторых, такой, новости уродска. Одной строкой. Дело в том, что один из депутатов нашей замечательной думы угадайте, в какой игре вот конкурс. FIFA 16. Ты же в Светлане 7. Магна Камулау. В общем, в 17-й фиге я углядел, угадайте, что... В 17-й, да. Гомосексуализм. Да. Потому что... Они обнимаются, когда радуются. Ну да, там проверят, проверят игру на гомосексуализм. Да, он призывал проверить FIFA 17, проверить на гомосексуализм. Футбол. Почему? А потому что иногда персонажи игры совмещаются, как будто они целуются. Но они же все мужчины. Вы видели, как Павел делает руками в этот момент? Совмещаются. Совмещаются, как будто целуются. То есть, все, футбол стоит запретить. Кстати, а почему... А может, Думу запретим? Серьезно, пора уже. Давайте запретим Думу. Такие футбольские в FIFA решили. Запретить Думу. Нормально. Роналду просто недавно договорился о поводу того, что он педик, но богатый. Помните его цитаты? Да, договорился. Договорился. Переговорщик уровня Роналду. Господь бог. И все такие, типа, так, педик, ну-ка, проверим вообще, что там. Но богатый, ладно. Вот. Ну да, новости уродская, это просто топ. Самое веселое, что и запретят. Там на самом деле не в этом, а там как-то ЛГБТ-сообщество связано с... Электроник Артс. Ну, электроник Артс, да. Сергорку присылал 600 рублей, пишет, вот вам два доната по 300, потому что тракторист я. Че-то зэ, вы классные, жму ваши губы, целую ваши руки. Вот теперь... Спасибо. Я советую этому человеку проверить FIFA 17 на гомосексуализм, я доверяю его экспертизе. Спасибо большое. Да, спасибо огромное. Перейдем к основному блоку. Слух стал известен весь список декабрьских предложений от Sony. Традиционно многие компании игровые... Декабрьское предложение от Sony, вздернетесь. Там не хороших игр. Пару дней пройдет, у меня будет отличное декабрьское предложение от Sony для всех людей. Вот, ну как только... Можно будет поговорить об этом. А, я понял. Сегодня уже можно будет, завтра уже можно будет. Во сколько? Не знаю. Я могу же лить. Не знаю, нет, не можешь, не лей. Каждый год Sony устраивает различные скидки в честь Рождества. И этот год не стал исключением. Акция 12 декабрьских предложений стартовала 1 декабря вместе с проектом Crystal Dynamics Rise of Tomb Raider. Каждые 48 часов она предлагает большую скидку на какой-либо проект. Распродажа продлится до 24 декабря 2016 года. В сети появились возможные списки всех декабрьских предложений от Sony. Учитывая, что вторая игра на распродаже сейчас Fallout 4, можно предположить, что он верный. Собственно, разница Tomb Raider и Fallout 4 вы уже в курсе. Дальше идут Dishonored 2, Elder Scrolls 5, Skyrim Special Edition, Battlefield 1, Uncharted 4, Thief's End, Titanfall 2, Call of Duty, Infinite Warfare, FIFA, Gay 17, GTA 5, Watch Dogs 2 и Final Fantasy 15. Также известная как Final Fantasy 15. Убойненько. Да, убойненько. И скидки там будут неплохие. Ластгарден. Набратьте внимания, у них нет, но Final Fantasy до последнего тянут. Конечно, чтобы как можно больше людей купили. Я в прошлую пятницу. Что поделать? Знаете, Захар покупает Final Fantasy такой, говорит, я хочу, чтобы этот день заполнился. Да, да, да. Как день, когда я получил две игры, которые я так ждал. Не, я просто, ну дай драматизм это навести. Ты так это уже сразу... Я прямо чуть-чуть тортик не купил. В смысле, вообще, действительно. То есть, там 7 лет Last Guardian не хватило, да, уже. 7 лет Last Guardian ждал и 10 лет финалку. Это же как бы, ну, событие реально. Ну, две игры, из-за которых покупал PS3. Да, я ради трех покупал. А третья была как? Лопер Рок еще? Нет, это что, больной, что ли? Last Guardian... Версус? Нет, не Версус. Тогда еще Final Fantasy 13. А, тринажка? Да, потому что тогда еще не было анонсировано, что она будет, что она вообще, то толком будет. А вот, и что-то еще, я уже не помню, что. Ну, что-то, что мне рада. Хэви Рейн. А, хэви Рейн. Че себе. Ну, ради Хэви Рейна многими. И две из трех игр меня разочаровали, а третья просто не вышла. Ну, то есть, Хэви Рейн разочаровал, ну, плюс-минус. Ну, ладно. В Final Fantasy полная днина вообще, а Last Guardian просто не вышла. В Final Fantasy 15 полная днина потом? 13. А, окей. Которую я ждал. Так, на ту концу. Я про 13. Аж сердечко кольнуло, если честно. А, Final Fantasy 15 мне очень нравится. А Last Guardian просто не вышла на PlayStation 3, но дальше не скажу, потому что нельзя пока. Вот. Просто не получили бумаги. Да. Хэви Рейн. Чтобы пройти дальше. По два дня распродажи каждой из этих игр длится. Да, 48 часов. Если вы хотите ухватить Fallout по цене в тысяча, сколько он там стоит, 800, полу, рублей, то штурмуйте магазин сейчас, потому что скоро все это закончится. Прекрасный царский Fallout вперед. Дисхоним. Да. И, ну, игры хорошие. Прям вот, ну, топовые проекты этого года. И в прошлом году были топовые, и в этом году были топовые, и будут топовые. Поэтому тут как бы 12 декабрьских предложений. Жалко, нет Last Guardian, но это уже другой вопрос. Действительно крайне качественный. Ну, да, 10 лет разрабатывать, на соплях выпустить, и еще тут же сразу на распродажу пускать. Ну, ты чё. Ну, Final Fantasy 15 же так же делал. Это решение Square Enix, ну, в смысле, они, может быть, не знаю, они 5 миллионов копий в первый день продали, и как бы, наверное... Да. Вот, и, кстати, я читал, что Last Guardian тоже коротко одной строкой, что все предзаказы превзошли все вообще виданные и невиданные ожидания. За 10 лет можно было бы, наверное, собирать за 7 столько предзаказов. Нет, ну, выдачи, довольно спорная ситуация была. Потому что многие... Отменяли одну. Нет, это понятно. Когда ее показывали... Нет, предзаказы отменяли в некоторых магазинах. А, это, ну, может быть. Я имею в виду, что когда показывали последние несколько раз, очень много, типа, было смешанных отзывов. Типа, некоторые писали кипятком от счастья, а некоторые такие, графон не очень, там, вот это вот начиналось. Ну, да, да. Ну, все равно, ну, мне кажется, 7 лет отраляли. Ее можно было реально предзаказать с 2009 года. Была просто картинка в интернете, там парень... Да, который предзаказал. Да, в 2009 году, там, 11 января, по-моему, 2009 или что-то типа того. Да. И дождался. Сервер прислал донат. The Last Guardian was never really delayed. We just skipped the original release and went straight to the remastered edition. Twitter fake of Kazui Hirae. Спасибо, КСЕРБИИ, за фейковые сообщения и за деньги, конечно. За деньги больше, спасибо. На самом деле, фейковый Каст топово шутит. То есть, это один из лучших Twitter, на который я подписан. Он сказал из серии, мы пропустили релиз Last Guardian, мы сразу перешли к HD remaster. И никто никогда игру не замораживал. Не самая лучшая его шутка, но пусть будет. Да. Следующая новость на тебе. Пользователь форума Reddit под ником Kaneda2004 приобрел DevKit консоли PlayStation 4. Это новость. Мне кажется, кого-то уволят в Sony сегодня. Запустив систему, обнаружил 800 гигабайт данных, которые относятся к неизвестной игре студии United Front Games. 4 декабря на форуме Reddit появилось обсуждение, в котором участники угадывают, что скрывает жесткий диск DevKit'а PlayStation 4. Что скрывает жесткий диск DevKit'а PlayStation 4? Как рассказывает пользователь под ником Kaneda2004, он купил версию PlayStation 4 для разработчиков. Я надеюсь, он не 2004 года рождения. Фиг знает. То есть ему 12 лет. 12 лет он купил DevKit. Буду разрабатывать игры, мам. Чтобы вы понимали, Kaneda это один из героев манги и аниме Akira. Ну, чтобы вы понимали, откуда ноги растут у молодого человека. То есть он анимешек. Без жопы. Он купил версию PlayStation 4 для разработчиков на публичном аукционе. На консоли лежит 800 гигабайт файлов, которые относятся к неанонсированной игре студии United Front Games. Участники форума предположили, что это может быть PS4 версия Smash Plus Grab или же продолжение Sleeping Dogs. Пока Kaneda не удалось взломать защиту жесткого диска и понять, что же за игра хранится на нем. Автор обсуждения уже обратился за помощью на Sony Face Battle. ВВБИ на сайт Assembler Games. Знаменитый сайт, который, не знаю, помогает вытаскивать игры с жесткого диска, наверное. За время, проведенной с DevKit'ом, Kaneda2004 обнаружил, что консоль не запускает обычные диски. А еще шумит, как аэродинамическая труба. Добро пожаловать в мир журналистов. Его в стуле как лоху просто. Также автор поделился скриншотами интерфейса системы. Там буковки и циферки. Канадская студия United Front Games состоит из бывших сотрудников Electronic Arts Black Box, Rockstar Vancouver и Volition. Команда разработчиков занималась такими играми, как Tomb Raider Definitive Edition, Sleeping Dogs и Halo The Master Chief Collection. В августе 2016 года появились слухи, что United Front Games готовит сиквел Sleeping Dogs. Однако в итоге таинственной игрой оказался мультиплеерный экшен Smash Plus Grab. 19 октября United Front Games заявила, что из-за неожиданного прекращения разработки Smash Plus Grab, игрокам вернут деньги, вне зависимости от того, сколько они приняли в игре. Неожиданное прекращение. Проект закрыли спустя... У нас кто-то украл консоль, на которой лежат файлы с игрой, поэтому... Очень неожиданно прекращаем разработку игры. Да, мы неожиданно прекращаем разработку. Проект закрыли спустя несколько недель после выхода в ранний доступ Steam. Студию закрыли 17 октября 2016 года. Изданию Wise удалось получить материалы, так и не увиденного в свет, продолжение Sleeping Dogs. Разработчики планировали перенести действия игры в другой китайский мегаполис и ввести двух действующих персонажей. Миссии должны были выстраиваться таким образом, чтобы... Мужа и жену, они ругаются. ...постоянно менял главного героя. Почти угадал преступника и полицейского. Там, типа, ты сначала косячишь, а потом свои косяки расследуешь. Ну, то есть... Ну, это какой-то ховерейд. Шахматы сам с собой просто играть. Голландский штурвал. Будь он про... По-китайски. Да. Голландский штурвал по-китайски. Вот. Ну, блин, я сочувствую пацану. Он, наверное, решил сэкономить. Не знаю, мне кажется, что если бы мне было 12, а мы, ну, априори, предполагаем, что ему 12, потому что он Канеда 2004, я был бы так счастлив иметь консоль. С 800 гигабайтами непонятных, ненужных файлов, которые ты не можешь... Мир, который открывается перед тобой. Мир возможностей. Мир боли и разочарования. Почему? Я хотел играть в колду на своей новой приставке. Мир шума. Шума. Мир шума и пыль. Без шума. Без шума и пыль. Ну, блин, ну, короче, с одной стороны, круто, что он стал интернет-звездой внезапно. Но 800 гигабайт ненужной херни на твоей консоли, на которой ты хотел играть. Мне кажется, у него дома в компе меньше гигабайт занято. Мне кажется, папа его по головке не погладит за эту покупку и за эту трату карманных денег. Вот. Ладно, перейдем к следующим новостям. Тоже про любителей покопаться в файлах. Да, немножко веселья. Пользователям сети удалось достать файлы из пяти. Не спрашивайтесь, не спрашивайте, как. И это хип-хоп. Песня у костра, просто. Да. Хип-хоп у костра. Мне нравятся вот всегда модели. Ну, потому что... И Норман Риддус делает зарядку. Я лечу. Слушай, почему я еще никто не подставил в сцену с Титаником? Норман Риддус... И чтобы он обнимал, он сам. Потому что есть же он вот такой, который обнимает младенца. Норман Риддуса обнимает голый Норман Риддус. Пользователям формы Face Punch удалось достать. Удар в лицо. Исходные файлы из игры ПТ. Ты видел это прекрасное видео в интернете появилось вчера? Я ржал, как полоумный. Мужик дает в рожу кенгуру, стараясь спасти там свою собаку, по-моему. Кенгуру начинает гонять собаку. Подбегает мужик. И знаешь, кенгуру реально такой начинает вот так вот вокруг него танцевать. И стоит мужик тоже такой, поднимает кулаки. И реально прописывает дуло в лицо. И кенгуру ведет себя как человек. Он такой, типа, а-а-а. Рука и машет. Отшатнулся назад. Потом, знаешь, сделал что-то, типа, и убежал в лес. Господи, вообще просто. Это еще качество, типа, 360 п, но это безумно смешно. Реально прописал фейс кенгуру, защищая свою собаку. Фейс панч. Кенгуру фейс панч. Да. Простите. Не. За лирическое отступление. Это было прекрасное лирическое отступление. Жалко, мы его не видим. Но показывать его я вам не буду. Давай в новости. Демо версия, собственно, пяти. Это демо-версия, отмененная Silent Hills, которая отменила Konami после того, как разругалась с Кодзимой. Дель Тора, кстати, на днях в Твиттере написал Fuck Konami. Да, вообще, да они напились просто. Там потом Кодзима через три минуты после этого написал Я нажрался и сфоткал, типа, как камешки горят. Ну, наверное, там... Но ты думаешь, он с Дель Торо бухнул? Я думаю, они все вместе, да, реально сидели. А, ну а нахайни же, они же вместе в одном месте. Реально, я думаю, они... И такие, знаешь, все... Ааа, братюнь, давай гадости в Твиттере писай. Не-не, это знаешь, типа... Не, Кодзиме нельзя, но он сидит и изливает всю свою боль. Он взял у Ридуса... Они такие, они меня обидели! Взял телефон, пока тот пошел в туалет, зашел в Твиттер и такой Fuck Konami. А то отправил и положил обратно. А этот, как? У Ридус уже писал, по-моему, кстати, Fuck Konami. Так что они все получили. Не, он писал... Канами Тирс кто выкладывал? А, Ридус. Умельцам в распоряжение попали модели героя Нормана Ридуса, Лизы Джарифа. Лизы Джарифа, непонятные голые фигуры, а также само помещение из демоверсии. Модели Лизы и Ридуса уже успели перенести Metal Gear Solid 5. Вот, собственно, вы можете наблюдать. Есть сцена, где Клайд танцует под дождем, и вместо Клайд там Лиза. То есть вот эта страшная бабака из пяти, да, это выглядит чудовищно. Вот, забавно. Ну, это Just for Lulz категория, чисто для смешнявок. То есть, ну, вставляешь модели, вместо какого-то игрового персонажа, ну, совершенно другой, неуместный в этом контексте герой. Да, еще и зародыш вытащили, да. Еще и зародыш, который говорил грудным голосом, ну... Когда я плакал, плакал всю эту демоверсию. Если вы не знаете, что такое P.T., вдруг вы не знаете, что такое P.T., это отмененная... То вы не посидели в молодости. Да, то это тизер-трейлер ужасно страшный. Да, вообще просто. Ну, вот. Который сделал Кодзима... Я не боюсь хорроров, но я орал, как мразь на третьей секунде. Это был тизер к новой части Silent Hill, который назывался Silent Hills, который должен был играть Norman Reedus главную роль, где вместе с Гильерром Дель Торо и еще одним мангакой очень крутым Кодзима, собственно, разрабатывал игру. Но Konami такая, нет, сорян, до свидания, мы делаем Pro Evolution Soccer, ты нам не нужен. Вот. Примерно так. Еще посадили в отдельную комнату, там же страшилки появились, что последние полгода он сидел в отдельной комнате и не имел шанс разговаривать с своей командой на отдельном этаже. И эта история звучит очень душераздирающе, пока ты не вспоминаешь, что в мире есть скайп. Не, пока ты не... Когда ты не вспоминаешь, что это Кодзима, у него, я думаю, все хорошо. Просто у человека целый этаж. Ну вот, ты знаешь, он, конечно... Я все переврал. Мне кажется, он переувеличивает. Кодзимый, крутой, короче, целый этаж. Да, да, откуда ты знаешь, может, там у него свой золотой туалет посредине стоит. Ты не знаю, со свечки не стоял, а что услышал, то вам и рассказываю. Ладно. Да, да. Давайте к следующей новости. Кинокомпания Anapurna Pictures займется разработкой видеоигр. Если это не главная новость, не знаю, тысячелетия, то что тогда? 1 декабрякина компания Anapurna Pictures объявила о начале разработки и выпуска видеоигр. Дочерней компанией Anapurna Pictures, известной по фильмам Joy, афера по-американски «Самый пьяный округ в мире», станет Anapurna Interactive, которая планирует выпускать игры от студии Astu, создателей приключенческой игры Monument Valley. Очень хорошая, кстати, игра для... Ну и фильмы тоже не плохие. Ну, то есть, например, «Самый пьяный округ в мире» — это очень крутой фильм про бутлегеров. Про «Самый пьяный округ в мире». Ну, название «Дорога» вообще-то там этот играет Бэйн из «Госпит». Как его зовут? Том Харди, да. Там играет Том Харди, там играет Гай Пирс. Ну, то есть, ты такой крутой, крутой, очень мужчина. Хорошо верю. И фильм очень хорошая, «Шая Лабах», там, по-моему, играет даже. До того, он усилился или после? Он всегда был сильным. Нет, он как-то в одно время был таким довольно блеклым, он потом, наверное, завел себя хорошо. Ну, потом он убежал от Майкла Бэя, из подвала Майкла Бэя, и все стало нормально. И прибежал на этаж Кодзимы. Ладно. Кроме того, фирма планирует заняться разработкой личных, эмоциональных и оригинальных фильмов. «Шая Лабафа» надо звать. Надо «Шая Лабафа» звать в «Дэстрендинг». Кстати, да, извините, что возвращаемся немножко назад. Еще из слухов было известно то, что 5-й Люденс в «Дэстрендинг», ну, «Cast» 4-х объявили. Ваш отец. Да. 5-й Люденс, актер, который будет его играть, будет скрыт до самого релиза, чтобы был сюрприз. Но это кто-то, кто работал над «Метал Геор». Да, да. Но не над «Метал Геор Солид 5». По-моему, так. Ну, в общем, как-то так, да. Все хитро. Не над «Фантом Пэйн». Не над «Фантом Пэйн», да. Первой игрой станет «Горо Гоа», нарисованная от руки головоломка с глубокой историей, которая выйдет на Windows, Mac и мобильных платформах. Второй эксклюзив для PlayStation 4 под названием «What Remains of Edith Finch». Сборник коротких историй с различными стилями и игровой механикой, построенной вокруг семьи Финчей. А напорный интерактив также наняла четырех бывших сотрудников различных больших компаний. Нейтан Гарри и Дебора Марс работали в Sony Computer Entertainment America's PlayStation Group. Гектор Санчес, бывший продюсер PlayStation и Warner Bros. Interactive. А Джефф Легаспи прибыл из Santa Monica Studio. В итоге на счету у новоприбывшей команды такие проекты, как Journey, God of War, Mortal Kombat, Everybody's Gone to the Rapture, Flower и Fat Princess. Неплохо. Да. Но Арсенал получился знатный, но все же это отдельные люди, поэтому слишком сильно повышать свои ожидания на данном этапе не стоит. Посмотрим, как ребята все проявляют. Ну, в общем, никакого Бобобо, Рювер. Против читеров. Наконец-то. Я хочу в Южную Корею. Клеймить. Да. А можно... Клеймить читеров. Это же было бы так круто. Ты идешь по улице и видишь, что читер... И кидаешь в него тухлым помидором. Тварь. А он убивает тебя из-за угла. Да, да, да. Через стену. 2 декабря стало известно, что Южная Корея будет бороться с читерами на законодательном уровне. Теперь пользователям запрещено производить и распространить программы, которые дают преимущество в сетевых играх. Южно-Корейский парламент принял поправки к закону содействия игровой индустрии. Теперь авторов и распространителей сторонных программ, которые запрещены разработчиками игр, будут штрафовать или сажать в тюрьму. Заходишь такой в камеру. Я бы руки отрубал. Ты кто? За что сидишь? Ты за что? Я читер. Ах ты! Так я вообще... Да, 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 и просто. На следующий день мертвым находят. Да, да, да. Его во дворе. С клавиатурой в задницу. Вот. Это значит, что разработчики получат... Нормально? Паша как-то удивительно приуныл на этой новости. А он просто... Голову на кулачок положит. Я тут читерил вчера. Да, он просто в Дестине думает, почему так любит, потому что читерит много. Это значит, что разработчики получат законодательные инструменты, с помощью которых смогут контролировать хакеров и читеров. За нарушение нового закона предусмотрен штраф в размере 43 тысяч долларов или тюремный срок до 5 лет. Я даже не знаю, что лучше. Да, потому что 43 тысячи это много. Да, так вот, глядишь и скопишь 43 тысячи, пока будешь сидеть. За сколько раз ПК можно проапгрейзить? Да. 43 тысячи раз. Один. Под действием закона попадают такие программы, как АМ-боты, позволяют всегда попадать в заданную часть тела противника. Скрипты и другие расширения, запрещенные условиями пользовательского соглашения. 1 ноября прошла очередная волна бессрочных банов в сетевом шутеров AirWatch, например, который очень популярен в Южной Корее. Как любой другой шутер. А можно будет, например, посадить в Южно-Корейскую тюрьму какого-нибудь хакера Володю с соседней квартиры, который играет со мной в Overwatch на корейском сервере? Я думаю, он не заслужил такой премилегии, как сидеть в корейской тюрьме. Пускай сидит дальше в своей хрущевке. Вот, ладно. Наказано сильнее. Да, его наказали от рождения. Он родился в стране, где 9 месяцев зима. Где FIFU-17 проверяют на гомосексуализм. Проверяют на гомосексуализм. Ладонь в трусы и проверяют на гомосексуализм. В новом ролике Mass Effect Andromeda рассказали о космической станции Nexus. BioWare опубликовала ознакомительный ролик Mass Effect Andromeda. В ней компания рассказала о космической станции Nexus. В рамках инициативы Andromeda, проекта по подготовке игроков к новой части серии, разработчики кратко обозрели станцию Nexus. Я так понимаю, инициатива Andromeda, это еще и внутриигровая история, которая рассказывает как раз об этом паломничестве в поисках нового дома. Она меньше, чем знакомая по трилогии Цитадель, но при этом умещает все нужные функции для колонистов. Чуть не сказал, для анонистов. Вообще, я хотел сказать, что это не так уж важно, потому что размер не имеет значения, потому что будучи на той же Цитадели, что меня всегда раздражало в масс-эффекте. Она без сутки, у тебя огромная цитадель, тебе показывают типа из космоса эту махину, а ты такой, ты можешь сюда сходить, еще сюда сходить и все. Ну да и что, я хочу может быть там типа пройти ее всю вдоль и поперек, нет? Нет, у тебя есть коридорчик, ну ладно, 10 коридорчиков, там еще какие-то отдельные локации, но у тебя нет никакой свободы. И тут тоже опять-таки не будет, я думаю, что будет так же. Да, конечно, это будет просто какой-то хаб с самыми главными просто помещениями. Помимо музеев, посвященных истории видов Млечного Пути, на станции есть клуб Вортекс, а также парковочные зоны для кораблей, лаборатории, штаб безопасности и смотровые площадки. В трейлере используется голос виртуального помощника Авины, который в оригинальных частях сопровождал игрока на Цитадели. Теперь виртуальный онлайн-сервис рассказывает все самое важное о доме для человечества вдали от Земли. 1 декабря BioWare представил новый геймплейный трейлер Mass Effect Andromeda, в котором рассказал об исследовании планет, новых способностях и боевой системе. Мы его подробно обсудили в передаче, а сама игра выйдет в марте на PS4, Xbox One и ПК. А на NX не выйдет? Да нет, конечно, господи. Жалость. На Nintendo Switch я тебе... Робот из Кодзимы. Робот из Кодзимы прислал 100 рублей, пишет. Разве про Konami еще до ухода Кодзимы не ходила куча слух об их чуть ли не рабской политике компании? Ну, там что-то был один слух, что какая-то женщина какая-то сказала об этом. Ну, какая-то типа участник разработки. Рубрика «Одна женщина сказала». Да. Ну, там же была история. То ли она в озвучке была, то ли... А, музыкой, по-моему, занималась. Я не помню этого. Я помню момент, что... Она говорила, что там типа Кодзиму в рабских условиях держит. У разработчиков Костельвания Lords of Shadow 2 был конфликт с директором-тираном. Да, и из-за этого там получилась плохая игра. Ну, конечно, когда ты разрабатываешь Костельванию, это нормально, когда у тебя директор-тирана. Работники-зерги. Немного осатанил. Вроде был случай, где понизили всех сотрудников, которые лайкнули пост бывшего коллеги, который написал, что уволился из Konami. Вот это было бы, кстати, царски. Ты лайкаешь пост, и тебя понижают в должности. Может, я лайкаю все подряд. И есть же люди, которые лайкают все, реально. Может, у тебя тремор, и ты просто автоматически смеешь на эти лайки. И что теперь, тебе не пользоваться социальными сетями? Да, ты уволен из Konami. Ну, ладно. Следующий раз. Перейдем к следующей новости. Это наука... Друзья, перейдем к науке и технике. Все очень просто. Австралийские школьники создали аналог против... Приватизированного Мартином Шкрелли лекарства против фич. Почти. Школьники. Австралийские. А ты что делаешь? В контру играешь, да? Синтезировал, а оказалось, оно лечит тебя. Мартин Шкрелли, это такой мужчина. Купил нож. В CSGO. Случайно синтезировал лекарства против фич. Ладно, давайте я вам зачитаю, потом мы расскажем про Шкрелли чуть-чуть. В Австралии школьники создали аналог лекарства Дараприм. Или Дараприм. Дараприм, наверное. Для больных фич и спидом. Который приватизировал самый ненавидимый бизнесмен США Мартин Шкрелли. Резко поднявший цену на препарат с 14 долларов за таблетку до 750. Это случайно не сюжет Далавского клуба покупателей? Чуть попозже было? Нет, это сейчас. Там такой же был, ладно, окей. Вот. Об этом сообщает BBC. 17-летние сиднейцы работали над лекарством в школьной научной лаборатории. Ребята рассказали, что занимались проектом около года, чтобы привлечь внимание к неоправданно высокой цене препарата. Их версия стоит 20 долларов за почти 4 грамма, что в США обошлось бы покупателям в 110 тысяч долларов. А не могли бы вообще экономику Австралии поднять, если были бы такими же алчными ублюдками? Шкрелли прославился в 15-м году, когда купил права на производство препарата Дороприм, необходимого больным ВИЧ и спидом. И задрал на него цену, что сразу вызвало школу негидования. Еще, помимо этого, он, по-моему, поддерживал во время выборов Трампа, тоже что-то там на эту тему было. Ну и что? Вот. Не, ну, типа, демонизмом делился. Одиозный парень. Да, очень молодой, мерзкий тип, в общем. И у него много бабла. Да, и в Войч Докс 2, кстати, есть миссия, где есть Мартин Шкрелли, естественно, с измененным именом. Где-то у него должны, по-моему, своровать как раз такие лекарства. А, там, по-моему, не лекарство, а пластинку какую-то вырубил. Нет, это другое. А, окей. Нет, там прямо про лекарства и про... Окей. Там как-то с ним связано было, я уже не помню, к сожалению. Так-то, к слову-то пришлось, в Войч Докс 2 и Дональд Трамп есть. Да, там много отсылок, очень... Он Дональд Тарас, по-моему. Да, забавно, скажем так. И его еще даже обсуждают по телефону и говорят, парень неплохой, но высказывание у него странное и прическа дерьмовая. А с музыкантом, у которого ты воруешь трек, это тоже известная реальная история, где чувак записал специальный альбом для одного человека, который ему заплатил кучу денег. Но его выложили недавно в сеть. Это все реальные, да, истории. Ну, короче, молодцы. В Войч Докс 2 очень много хороших таких аспылок, а Мартин Шкрэльи... Гинги. Вот. В плохом смысле. Проверьте его на гомосексуализм. В новой версии Google Chrome избавились от Adobe Flash. Вот так вот неожиданно отрезают куски нашей юности. Что я несу. В 55-й версии Google Chrome разработчики браузера сделали еще один шаг к отказу от Flash. Обновление отключает технологию по умолчанию и заменяет ее на HTML5. Нововведение распространяется на Chrome 55 для Mac, Windows и Linux. Большинство современных сайтов давно перешли на HTML5, так что отряд не заметит потери бойца, пишет Канова. Неплохо. Исключение доисторические Flash плееры и простейшие браузерки. Отключение Flash по умолчанию. Третий серьезный шаг Google по отказу от допотопной технологии. К чем-то не угодил Flash прям автору Канову. Слушай, ну Flash уже все. Flash надо умереть давно уже. В 53-й версии браузера. Татавизм. Разработчики заблокировали баннеры и маячки сбора аналитики. В Chrome 54 пользователи YouTube принудительно перевели на плеер с HTML5. Я не настолько плавно произошла эта подмена, что я ее не заметил, если честно. То есть я не... У тебя никогда не было битвы с Flash, видимо. Время от времени супер редко выскакивалось сообщение обновить Adobe Flash. Но последний раз я видел его там из серии, не знаю, в 2014-м, наверное. Вот, то есть, ну, блин, круто. Я знаю, что iPad не поддерживает Flash, а поддерживает HTML5. Да, в частности, у телефонов сложно с этим всегда. Вот, поэтому это позитивная история. Особенно у Apple. У Apple вообще, ну, Flash никогда не работал нормально. Ну, да. Поэтому это очень позитивная история для тех, кто любит повтыкать с мобилочки во всякие видосики и прочее. Все, когда разное, не за разное. Про тех, кто любит повтыкать. Блогер PewDiePie пообещал удалить свой YouTube-канал после 50 миллионов подписчиков. Скромно. Скромно. Вот, игровой блогер... Сколько я именую в DTF? Да, да, да. Игровой блогер Феликс Чельберг, известный под псевдонимом PewDiePie, пообещал удалить свой канал после того, как достигнет отметки в 50 миллионов подписчиков. Решение связано с текущей политикой сайта YouTube. Феликс ПьюDiePie Чельберг выпустил видео, в котором резко прокомментировал политику сайта YouTube. Как утверждает блогер, видеохостинг убирает каналы из подписок пользователей без их ведома. Причем это происходит даже с популярными каналами, на которые часто заходят. Также Чельберг недоволен, что на главной странице YouTube теперь показывают видео из раздела «Рекомендованные». По его мнению, из-за этого никто не заходит во вкладку «Подписки». Феликс считает, что таким образом видеохостинг убивает его канал. Конечно, ведь он такой маленький, бедный Чельберг. Если никто не посмотрит свой фит, а посмотрит какого-нибудь маленького ютубера в рекомендованных, ты, конечно, потеряешь миллионы денег. Дело не совсем в нем. Маленьких ютуберов никто не услышит, если они будут высказывать такие же претензии. А Бьеди Пайл услышит? Нет, понимаешь, он высказывает, что его канал убивают тем, что ленту не видят люди. Нет, ну это он как пример приводит, я посмотрел этот видос. Он скорее недоволен тем, что раньше это был сервис, когда человек сам выбирал, что ему смотреть, чтобы было удобно. А сейчас тебя заставляют смотреть какие-то конкретные вещи, а до нужных не докопаться. Вот что ему не нравится. Ну, спорно. К таким выводам Пьюдипай пришел после того, как его ежедневные блоги не собрали достаточного количества просмотров. Может он просто говно начал пилить? Не знаю. Я просто предполагаю, что... У него всегда было говно просто вкусное. Ну, да, это ролики, они не высокоинтеллектуальные. В любом случае, он там кричит и веселится. То есть, ну, в целом, это было... Ладно, немножко прямой речи от него. Обычно влоги очень популярны, но я заметил, что некоторые из моих видео, они собрали даже двух миллионов просмотров. Это плохой уровень для канала. Сначала я подумал, что людям не понравились влоги, но в комментариях все были довольны и поддерживали меня. Удивительно. Его всегда так вообще чистят в комментариях к любому видео. Думаю, низкое количество просмотров связано с тем, как YouTube подбирает и советует ролики для просмотров. В связи с этим, Чельберг заявил, что удалит свой основной канал, когда на него подпишется 50 миллионов человек. После этого Феликс запустит новый канал и начнется все заново. Паша, там что-то угорает. Просто автоматические субтитры. Внезапно. Любимая рубрика Паши. Нет, автоматические субтитры. Он все время говорит. М-м-м-мо-мо-мо. Я сижу, мы-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо. Бобо. Как это ма. Просто. К третьему декабря на канале Педипай 49,4 миллиона подписчиков. Ранее 29 ноября Петипай уже говорил в своем твиттере, что удалит ютуб канал Владельцы других каналов, крупных ютуб каналов, также пожаловались, что у них пропадают подписчики Блогеры заметили, что люди начали уходить без видимых на то причин Как объяснили сами пользователи ютуб, просто перестал присылать ему давление о новых роликах Просто пересрал И вышел Знаешь, двоякая ситуация, когда крупные блогеры с 50 миллионами пользователей жалуются, что его ролики не смотрят И обвиняют в этом сервис В этом сервис, заметь Тут проблема, мне кажется, не в роликах Не в сервисе Возможно в контенте, да Потому что Петипай делает одно и то же на протяжении уже нескольких лет Может быть реально, если людям не пушить в лицо эти ролики, возможно о них и смотреть Это может быть часть проблемы Но я слышал и от русских ютуберов, знакомых Господи, как странно звучит Куда я полез? Ну я имен называть, наверное, не буду, потому что не знаю, как это повлияет Но один из них участвовал, например, в чемпионате Mortal Kombat, который мы когда-то организовывали Что действительно ютуб потихонечку скатывается и становится не для людей и прочее Ну справедливости ради, так всегда говорят, немного кряхтят по поводу всего, что происходит Там твич не тот, лагает время от времени То есть, ну, есть такие кряхтелки, но бытует мнение, что да, типа уже все не так славно Юзи выпустил подобный же видос, в котором тоже, ну, Юзи многие называют этим русским пьюдипайем, поэтому Русский что? Юзи русский пьюдипайем? Да, ну часто за ним, из-за манеры изложения мыслей часто их сравнивают Где, блин, Юзи, а где пьюдипай? Да, я согласен, Ричард Токсик Ричард, ну, любимый Да, мы твою щитонечку Трёмся В общем, блин, ситуация неоднозначная, но он молодец, что он об этом говорит хотя бы Ну, то есть, фиг знает, какие цели от Юзи пьюдипайя, но, блин, обвинять хостинг в том, что люди не смотрят твои ролики Ну, если там действительно есть место каким-то, блин, я так защищаю Юзи пьюдипайя, как будто он брат Как будто он, да, да, да Да срать вообще, да, он не прав Юзи пьюдипай зазнался Еееей Далой в Юзи пьюдипай Да, далой в Юзи пьюдипай Ну и, блин, знаменитому чуваку ударять канал свой на 50 миллионов Он откроет новый и туда минимум 25 перельется Ну, то есть, во-первых, он его ни за что не закроет А, во-вторых, ну это просто... Да нет, закрыть может? Да не закроет, да, конечно, нет Там вообще пишут, что в целом есть такая проблема Вышло какое-то обновление и там реально у тебя есть Там вообще новый дизайн еще Да из твоей ленты могут выкинуть подписки Ну, то есть, ты подписан, но тебе в ленту не посылают это, потому что Ютуб решил, что, типа, вот... А из твоей ленты подписки и... Именно, ну, вот, например, чувак, насколько... Окей, из твоей... А рука из комментариев, он пишет, что я подписан, типа, на Юзи, но мне, типа, два месяца не приходит... Нет, из твоей ленты, когда выкидывают подписки, это плохо Ну, блин, да Это плохо со стороны Ютуба Там есть какой-то косяк, наверное, на стороне Северс Но я думаю, что они его пофиксят Окей, ладно, пьюдипай хороший, мы его прощаем Да, прощаем Вот, но мне просто не нравится сам... сам тон Мне не нравится, как он в тоне разговаривает Что он себе позволяет? Да, да Что этот швед себе позволяет? Я тебя понял Ты просишь меня все исправить, наделаешь это без должного уважения, говорит компания Google Не, ну, конечно, я думаю, что Ютуб очевидно исправит, потому что это бессмысленно Тогда лента абсолютно теряет свою суть, потому что когда подписываешься в ленте на кого-то, ты хочешь, чтобы эти люди всегда в ленте появлялись Ну, да Просто Ютуб все время экспериментирует, и иногда его эксперименты заходят не туда Я вообще небольшой поклонник в целом корпорации Google Потому что она иногда... Все равно захватит мир От нее иногда веет неким пессимизмом И такой, знаешь, пренебрежительностью к остальным людям вообще на этой планете Один знакомый ютубер мне рассказывал С утра я ехал... Извини, пожалуйста, но ты так прекрасно сказал Пессимизм и некоторой пренебрежительности к людям С утра я ехал с человеком, которым так пахло перегаром в автобусе Я не знал, что ему сказать А он был сказать От вас пахнет неким пессимизмом и пренебрежительностью к людям Это просто прекрасная фраза, отлично Один знакомый ютубер что? Один знакомый ютубер тоже рассказал, что в целом общался с ними на одной конференции И они вели себя очень надменно и некрасиво Задавали вопросы из серии, что будет, если есть 300 кг чипсов и так далее Это я только что придумал И это отсылка к непонятным вопросам на собеседование в компанию Google Да, перейдем к сериалам и кино Да Вчера, кстати, закончился Westworld, я просто вспомнил Ну как вчера, сегодня Сегодня ночью Вот, поэтому Поэтому берегитесь спойлеров Да, берегитесь спойлеров и кто ждал концовки, как я, можете начать смотреть aah N nä- Danke Вышел первый эпизод сериала по мотивам Battlefield с актёром из GTA 5 Такие дела 1 декабря на ютуб канале Коридор Диджитал Подписчики которого, наверное, не увидели Новый видос в своей ленте Появился первый эпизод веб-сериала Rush Который основан на одноименном режиме игры В Battlefield, когда нужно уничтожить или защитить Зарашить В главных ролях задействованы Стивен Ог, это Тревор с GTA 5 Он впустые время везде вообще Он и в Walking Dead сейчас есть И где-то еще был Недавно в каком-то фанатском фильме, по-моему, светился Да, ну, то есть, вот, блин, реально суперчасто замелькал Илу Феринья-младший В данный момент запланирован Первый сезон продолжительностью в 10 секунд В 10 сезонов Первый сезон продолжительностью в 10 Мы входим в рекой сезон Простите, пожалуйста, в 10 эпизодов Расселен международный выпуск сериала Бразильским приложением Studio Plus Прекрасно Я думаю, не добавить Не убавить Ну, потому что, ну что, Стивенок классный Он очень смешной Стивенок 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 Маленький Стивен Он играет в Walking Dead Одного из плохих парней Опять Вот Но роль все равно И роль Тревора Она лучшая в его карьере Пока что Я понял, что это совершенно особенный персонаж После того, как На второй минуте знакомства с ним Он размозжил голову Одному из ключевых персонажей GTA 4 Нет, GTA Ну, дополнение к GTA 4 Ну, в смысле, я вообще был в шоке с этого Ну, в смысле, это чисто рокстаровский ход Так жутко шокирует Я понял, что он особенный Когда я однажды переключился на него А он в пустыне в трусах Валяется пьяный Это голом вообще Да, типа Да, есть такое Ну, в смысле Интересное От него несколько веет пессимизм И пренебрежением другим людям Но персонаж очень интересный И необычный Харизматичен по-своему Скажем так Да нет, это прекрасно Это лучший персонаж GTA 5 Он лучший тем, что в нем Ну Сконцентрировано все Что, во-первых, любят люди Которые играют в GTA 5 Фанаты серии Ну и в GTA Плюс разработчики оттянулись по полной То есть они в него запихнули все 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 аморальное Все асоциальное Он отвратительный мужчина Плохое, что ей вообще есть Ну, то есть Зато у нее очень милая мама Вы знакомы? Да Все знакомы, кто прошел Я уже не помню Там в конце просветитров У тебя есть еще несколько миссий Для мамы Вот, она приходит Там, блин, ну, я тут уже не спорю Я, конечно, был сын просто вот так Прошел, поэтому не видел Там в GTA 5 заканчивается И Тревор возвращается в свой трейлер И там его встречает мама А он маму дико боится И ты весь, всю игру Такой крутой Тревор Там все А тут мама тебя бьет по лицу Там что-то шпыняет Очень, очень Очень мило И такая У нее какой-то и был аксессуар Не помню То ли сумочка То ли это штаны были В общем, леопардовые И это прям вот Как надо Вы прям уже хотелось посмотреть Да Вышел новый трейлер Трейлер Стражей Галактики 2 В сети появился второй трейлер Научно-фантастической комедии Стражей Галактики 2 От Marvel Studios Вот На официальном Ютуб-канале Марвел Россия Неожиданно появился Полноценный трейлер Фильма О космических супергероях Реально неожиданно Фраза построена так Как будто на ютуб-канале Марвел Россия До этого выкладывали Только Совершенно Отвратительные Ненарезанные Тупые трейлеры Не до фильмов И типа Наконец-то Появился полноценный трейлер Нормальный Фильм Не, это было просто Довольно неожиданно Потому что Он появился в ленте В ВК у меня Такой, типа Вышел трейлер У тебя хотя бы появился А у пользователей Ютуба У ютуба наверняка Не появился Берегитесь Пользователи ютуба Берегите себя Да Берегите себя Родных Ну и вообще Все берегите вокруг Мам берегите Да Пап берегите Тревора берегите Так вот Перейдем к новости Честь Честь и хвалу Всем, кто бережет Фильм Стражей Галактики Вышел в 2014 году И стал одним из Самых успешных Проектов Киновселенной Марвел Собрав в мировом прокате Более 700 миллионов долларов Вторая часть Выйдет в России В прокат 4 мая 2017 года Главные роли Снова исполнят Те же люди Поэтому перечитать Я их конечно же не буду Режиссером Будет Джеймс Ганн Ответственный За первую часть И довольно неплохую Серию роликов Под названием Порно для всей семьи И это действительно так Так что Можете совершенно Спокойно смотреть на работе Ну или Если работа В школе не стоит Да Вот Что я хотел сказать Ты посмотрел трейлер? Да Конечно Да Как тебе? Он хороший Но Честно Тизер меня больше впечатлил Он прикольный Но то есть Уже видно Что фильм Это уже просто простой трейлер Поэтому не было шумихи Вокруг него Собственно Из чего Началась новость О том Что типа Неожиданно появился трейлер А тут Ну как бы Это просто хороший Добротный трейлер Из категории Типа Обычный трейлер То есть Супергеройского Да Да То есть Ничего особенного У него нет Много старых кадров На самом деле Что мне не понравилось Это голос Грута Новый Малыш Грут В первой части Было большое Гигантское дерево Которое умело Говорит только три слова Я есть Грут На разной манере Естественно Великолепно Актерскую игровину Дизеля Чувствуется Прям вот В полной мере Я удивлен Что он не получил Оскар За эту Малышечную роль Во второй части Он будет маленьким И у него Ужасный какой-то Синтез речи Какой-то Вот это вот Ужасно звучит В русской версии Еще хуже Чем в английской Как ни странно Гугл бабу Надо было Прикрутить Или гугл мужика Его озвучить Примерно так Собственно И получилось Но в целом Шутки По традиции Как надо Никаких Разочарований В этом плане Я не заметил Да будет Хороший крепкий фильм Как первые Стражи Галактики Я за него вообще Не переживаю Первый фильм Да был Мой самый любимый Во вселенной Марвел Я бы хотел Сказать то же самое Но мне он просто Мне очень понравился Но я его не смотрел Крышу не снес Я два раза его смотрел В кино В кино и дома С удовольствием Второй раз с удовольствием Я раза четыре Или три в кино Смотрел Ну и дома Бесконечное количество Раз Вот Но да Он идет фоном У тебя дома Не останавливается Да просто всегда На кухне Вместо радио Релакс Перейдем к теме дня Дорогие друзья Наконец-то мы добрались До темы дня И мы обсудим сейчас PlayStation Experience Ну я думаю Я даже не знаю Как поступить Давай не будем Обсуждать Нет Ну тут просто У нас в новости На сайте Две главные темы Они сверху Вот Ты любишь быть снизу Да Я думаю Может пробежаться Сначала по всему остальному Да начнем снизу Будем плохими парнями Можно не снизу Можно просто начать Хотя На снизу Кодзима На снизу Кодзима Да бог с ним сказать Как бутерброд Из великолепия Я думаю Знаешь как сделать Начать с третьей новости И потом Войти вниз А потом Витьи к первому Витьи Витьи к первому Думу Отличный план Паш Ты нас понял Ты сейчас сказал Витьи как Вымедите все ачивки Ниже Окей Возвращение классики Отсюда Да Ты понял Мы начнем с Парапа The Rapper Да Он же Oxymirons Симулятор 2016 Да Мы говорили На трансляции Я кстати скачал демку И не запустил Упущение Стыд и срам Довольно Позабытая На самом деле Одна из серий Сони Была анонсирована Да и не одна Из серий Давай так Подожди Дорогие друзья В субботу Прошла PlayStation Experience Не все смотрели Захар Не все в курсе Нифига Ты шататель вообще Ну а че ты Че ты как этот Взял и ушатал Не объявил ничего Да Ладно Окей Простите Здесь Произошло много Очень анонсов Это последняя Крупная Да и наверное Не крупная Конференция В 2016 Году Ну если ваша жизнь Оборвется В 2016 То да Ужасный Но ты ужасный человек Безусловно Согласен с тобой А вот Последняя конференция В 2016 году В следующем году Нас ждут Паксы И всякие Рах Е3 Геймскому И прочее Прочее Вот А это все Это конец Для нас В этом году Да Последнее Крупное Игровое событие Если анонсы Будут уже Какие-то От разработчиков По своему желанию Могут бомбануть Ну вряд ли Как Rockstar Но вряд ли Большая часть Уже все Было сказано Ближайшее Это будет Самое ближайшее Что будет Из интересного Это 13 января Nintendo Switch Да Ну расскажут Про Nintendo Switch А не релиз Nintendo Switch Чтобы Прояснить Ситуацию В общем Что показалось Sony Она воскрешает Свои знаковые Позабытые серии Такие как Wipeout Там выходит Коллекция С тремя играми На борту Пора по The Rapper Это будет Переиздание В честь 20-летия сериала Лока Рока И Потапон Они будут все Переизданы На PlayStation 4 Это все Довольно Необычные игры Эксклюзивные PlayStation Тайтлы Которые В свое время Ну в разное время Они выходили Спарапа выходил В конце 90-х На PlayStation Да Лока Рока На PlayStation 2 По-моему тоже был Не уверен Ну Может быть Тоже А-ля Переиздание В смысле Порт Лока Рока И Потапон Это эксклюзивные Игры для PlayStation Порта Были В свое время Ну там По-моему Лока Рока Какая-то часть Выходила На большие Концеты Фактически Интерактивные Но изначально Это были Да Тоже С Экспериментальным Геймплеем Скажем так Вот А Wipeout Это вообще Безумная Гоночка Отличная Сайфай-гонка И прямой Конкурент F-Zero От Nintendo И действительно Прекрасный Сериал Весьма неожиданно Также объявили О выходе Виндджеммер С классической Аркады С Neo Geo На PlayStation 4 И Vita Вообще Удивительно Что были анонсы Для Vita Не хочу Унизить Портативную Консоль От Sony Но Все уже Привыкли Что как бы Анонсов Особо для нее Нету И как бы Выпускают В основном Индюшатину А тут Внезапно На пресс-конференции Sony Ее уделили Внимание И даже Показали На сцене В игре Предстоит Принять Участие В соревнованиях По бросанию Фрисби Выглядит Бодро Даже несмотря На то Что в игре Пошел Третий Десяток Классику Надо знать Sony Также Анонсировали На прошедшей Е3 Решение О переиздании Трилогии Crash Bandicoot На новом Железе И наконец-то Прилоги Или они говорили Не сказали Ремастер Первые три части Будут Ремастерованы Но мы не видели Геймплея Не видели Как все это Будет выглядеть Наконец-то Посмотрели на это Выглядит прекрасно Спойлер Выглядит так же Как и Десять лет назад И двадцать Ну нет В смысле Геймплей Точно тот же Я про геймплей А графон Естественно Подтянули Было бы странно Если бы нет Графон сладенький Хочется его лизнуть Другие анонсы Marvel vs Capcom Infinite Новая часть Сумасшедшего Но любимого Хардкорными игроками Файтинга Marvel vs Capcom В нем сходится Герой из двух Никак не связанных Вселенных Блин Надо придумать Что-нибудь Я не знаю Синикерс Версис Чё б такое Взять вообще Capcom Не похоже Версис Capcom Леонид Агудин Против Железного Человека Да В нем сходится Герой из двух Несвязанных Вселенных В дебютном трейле Мы видим Мегамена Ирю Дерющихся Дерющихся Рюдерються С Железным Человеком И Капитаном Марвел Я когда узнал Что Капитан Марвел Это не шутка А настоящий Супергерой Марвел Я посмеялся Геймплей обещают Показать Позже Ну а игра Выйдет Когда-то В 2017 Новый ивент В Дестине Называется The Все Ласкового Применьшения Дестине Ничего Сейчас Сюда Боба Бода Идем Ваш Астоически Терпел До тех пор Пока Не задели Любимую игру Павла The Донинг Выйдет под Рождество В нем Да Даже Можно и погрубее Сказать Ну ладно В нем В игру вернется Спарроу Рейсинг Лиг Соревнования По гонкам На байках Причем Вернется Ну совсем В прошлом году Был по-моему Ивент Как раз Зимой Собственно Первый раз Они сделали Эксперимент Все тоже Ждали чего-то Интересного Они анонсировали Гонки А гонки Оказались Интересными Да То такая Вот Неплохие Ну да Но когда Анонсировались Все такие Вот Типа гонки Забь червы Потом было Все нормально Ну в смысле Корабли воробьями По-моему Назывались Да The Sparrow Да Это не так важно Но хотелось Чтобы главный фанат Главное Что они голубями В ротации Также вернутся Страйки Первого года The Nexus Shadow Sieve И Will of Crota Экзотическое оружие Новые орнаменты И броня И новые квесты Ветераны Воля крота Воля крота Да Воля крота Отлично Это как старый крот Умирает И оставляет За волю Да Запис Верни Айсбрейкер И банджи такие При этом он слепый Не может говорить И кстати Когда я говорю крота Я вспоминаю Этого чешского крота Из мультика Что-то смешного Но он Он долго жил Айх похоже Ветераны будут рады Потому что знаменитая Айсбрейкер Снайперская винтовка Из первого года Играет Ветераны будут Также почтит Нас своим Я подумал Что Ладно Вы же говорите У меня была плохая шутка Ладно Окей Снайперская винтовка С первого года игры Также почтит нас Своим присутствием Добрый вечер Снайперская винтовка Добрый вечер Айсбрейкер Как раз В общем развлечений Хватит как раз До весны А тогда Говорят Обновятся Старые рейды Небольшая ремарка Паша На конференции Плейстейшн На всех конференциях Ведет себя максимально Максимально сделано Сдержанно Но когда Показывали Дестине Объявляли Айсбрейкер Там началась Реально Визги Уровня Захар Смотрит Ласт оф Аз 2 Но даже не близко В честь Паши Даже не близко Айсбрейкер Было сказано В процентном соотношении Примерно такое же Потому что обычно Паша очень сдержан Ну ладно По любому вопросу А ты наоборот Поэтому для тебя Бобобой Это в принципе Ну то есть Ладно С привиллива В процентном Вот я и говорю Соотношении Типа плюс 100% Хайпа Вот И Паша такой О боже Они его вернут Айсбрейкер Ааа Вот Я такой Господи Что Ледокол Какой-то вернут Ну типа Я причем Сразу вспомнил Старую суперигру Снеса Айсбрейкер Да два чувака Лезут наверх Айсклимберс Я не сразу Не сразу Не понял О чем речь Это идет Ты подумал Что Паша Радуется Возвращению Маленьких ребят Чуть вперед Чуть вперед Шел стрим Поэтому мне было сложно Сказать Чему радуется Паша И о чем он говорит Иногда Но в любом случае Было забавно Действительно По словам Ой блин Извините Я перескочил Через несколько абзацев Next машина Если вы играли В Резаган И Alienation То имеете Примерное представление О том Что ждать От нового Проекта House Mark Выглядело Кстати Довольно Любопытно Я сначала Я сначала Ну то есть Там хорошая была Заставка Мультяшная После которой Я как-то разочарался В геймплее Потому что там Красиво А тут какой-то Bullet Hell Да А потом я понял Что это От разработчиков Резагана И я бы Одушевился Потому что Резаган Это одна из Игр Которые были На старте PlayStation 4 Мой Резаган Воодушевился Да Мой Резаган Воодушевился Как и Резаган Захара И они скрестили Плутил Лучи Да Вот Поэтому Если вы не играли Вряд ли Не знаю Если у вас нет PlayStation То вы можете Посмотреть ролики Чтобы понимать О чем мы Реем Это сайдскроллер Где вы летаете Просто там Происходит Полная Полная Дища Вокруг вас Но при этом Игра очень Необычная Сделана Там локация Кольцевая То есть Вы как бы По кругу Катая То есть Звучит не очень Впечатляюще На самом деле Но выглядит Играется Очень бодро Пупо Кридуса Не очень Впечатляюще Ходить по кругу По версии Арика Прочти Подскажите Пожалуйста И все Знаешь Люди Которые Спортивной Ходьбой Занимаются Сейчас Расстроились Два Два Человека Которые Нас смотрят Которые Ходят Из команды На ходу Подскажите Пожалуйста Можно После новостей Какие Можно После новостей Подсказать Какие Существуют Еще Такие Преперятия Как Конференции Е3 Game Awards PlayStation Experience Которые Очень Интересны И с хайпом Можно смотреть В прямом эфире Gamescom Еще Я думаю Это в целом Интересно Всем зрителям Поэтому Можно Быстрее Геймшоу На Паксе Не бывает Никаких Конференций По-моему Какие-то Локальные События У Юбисофт Например Набавит Своя Выставка В мае Они иногда Оттуда По-моему Стриннит Что-то А так В целом Из крупных Событий Почти Все Перечислил Сам Ну и Плюс В январе 13 января Будет Nintendo Switch Сколько я понимаю Там будет Конференция Нет Я думаю Это будет Nintendo Direct Или Nintendo Direct Но все равно Можно Он все равно В прямом эфире Просто Это заранее Записанный Ролик Все Смотрят Доподлинно Пока Неизвестны Я думаю Ближе К делу Ты уверен Что это Будет Уже Несколько Лет Они Отошли От Онлайн Конференции Они просто Записывают Ролик И пускают Когда им Есть что Анонсировать Да Они записывают Ролик И пускают Его в прямом эфире Его можно Смотреть И ничем Это не Отличается По сути От той же Самой Конференции Кроме Того Что это Заранее Смонтировано Вот Да Ну ладно Next Машина По словам Авторов Идея игры Родилась у них Через несколько Месяцев Поняли Что надо Сделать Совместный Проект Легендарный Роботрон Легендарный Роботрон Хорошее Имя Для Пениса Выйдет Next Машина В 2017 Году На PlayStation 4 Call of Duty World League 2017 Возвращается В новом Сезоне Думаю Не надо Тут больше Ничего Говорить Согласен Кнак 2 Я думаю Даже упоминания Не заслужат Потому что Кнак 1 Был Довольно Посредственно Игрой Единственный Плюс Она выходила На старте В PlayStation 4 И поиграть Было не во что Все были удивительно Неприхотливые Да Я поиграл В нее сильно позже И поэтому Был дичайше Разочарован Да Кнак Это очень сомнительное Удовольствие Возможно Не знаю Поковырять себе Уши Пупки Ватными палочками Намного приятнее Чем поиграть В Кнак Даже почистить картошку Приятнее Чистить картошку Вообще Офигительное занятие Вышла Также череда Новых трейлеров Появился Новый трейлер Resident Evil 7 Который знаменовал Финальную демо-версию Да Которая Нет Еще не успела Я думаю Постримим Сегодня Я не нашел Ее даже В истории Если честно Если она есть Но вообще Она так же Называется Должна Быть Это та же Демка Просто Она обновляется Вот Resident Evil 7 Демка Это по-моему Третья итерация Уже Демо-версии И в каждой Добавляться Какие-то Разные Фишки И мы Я думаю Постримим С Павлом Павел На днях Вот Сегодня или завтра Я не знаю Просто у нас Большой Спектр Того Чего можно Постримить Но мы Обязательно На этой неделе Постараемся Все возможные Демки Которые Были объявлены PlayStation Experience Там Парапу того же Еще что-то В общем Постримить Для вас Вот Также был Трейлер Horizon Zero Dawn Который показывал Мир и разных Зверушек И рассказывал Что там Типа Если ты хочешь Выжить Ты должен убивать Там Убивать Больших Механических Тварей Вообще Изи Вот Потому что Они бездушные Твари Чисто Также был Релизный Трейлер The Last Guardian Который я вам Люто не рекомендую Смотреть По причине Того Как По причине Того Что люди Если The Last Guardian Который я вам Люто не рекомендую Я такой Вот Я не рекомендую Смотреть трейлер Потому что В нем Очень много Мелких Спойлеров Вы не хотите Этих спойлеров Поверьте мне Вы хотите Сами Это все Увидеть Поэтому Если Вы Точно Собираетесь Играть В Last Guardian Не смотрите Трейлер Если Вы Не Собираетесь Играть В Last Guardian Смотрите Трейлер Потому что Тогда Вы захотите Поиграть В Last Guardian Трейлер Серьезно До мурашек Меня он тронул Чуть ли не больше Чем Анас The Last of The Last of Я имею По Эмоциональной Составляющей Захар Конечно Там Въезжал На Last of The Last of And Возможно Частично Из-за этого Он меня не так тронул Потому что я больше Слышал твои визги Чем Ну простите Великодушный Но Как бы Я не в обиде на тебя Потому что я потом Пересмотрел с удовольствием Ну сейчас обсудим Трейлер Gran Turismo Sport Также появился Ну и бог с ним Не на куне 2 Revenant Kingdom Ну то есть я вообще жду Gran Turismo 2 И Sport Ну блин Выпустите уже Хватит трейлером Пичкать Серьезно Очень красиво Просто безумно Осталось только В него поиграть уже Ну правда Ну то есть уже все Ну хватит Я думаю ты можешь Просто дальше Бежать по названиям Да-да Не на куне 2 Revenant King Kingdom В 2017 году Выйдет Вторая часть Игры не на куне Это Коллаборация Студия Гибли И разработчиков Level 5 Которые делают игру Первая часть Во всяком случае Была в стиле Уже говорил Японская RPG В стиле Покемонов Или Persona 5 Кому как больше нравится То есть вы собираете Монстров Ими воюете Вот Их прокачиваете И там мультяшная Узнаваемая Узнаваемый стиль Студии Гибли Которой Ну Не нравится Только бездушным людям Вот Нееравтомата Был продемонстрирован Новый трейлер На нем Можно чуть Поподробнее Наверное Рассказать Там нет вообще Новых кадров Да Там к сожалению Нет Вообще Нет Он просто смонтирован По-другому Да Он смонтирован по-другому Я просто очень люблю Говорить про Нееравтомата Это игра От Platinum Games Которая Ну выйдет Я думаю В 17-м А Не думаю 10-го марта Там же дата есть Лара Крафт Крофт Го Выйдет На PS4 Да и бог с ней Лара Крафт Новый трейлер Нео В котором нет Почти ничего нового Кроме пары видов Нового оружия Из Комбат 7 Красиво Красиво Выйдет В 17-м году Цитата От Захара Бочарова Красиво На обложку Прям можно Ну я тебе рассказывал Про то Что сейчас У игровых журналов Берут Цитаты Из обычных слов Интересно Замечательно Отлично Показали Делс Играет Иражи 2 Новую игру Пир От разработчиков Транзисторы Бастион Но ее уже Показывали В принципе Более Пайр Более Развернутый Трейлер Акума Станет доступен Стритфайтер 5 И еще По-моему 5 персонажей Появится В 17-м Году Если не ошибаюсь Да Новый Сезон Две части Якудзи Выйдут На западе В 17-м Восемнадцатом Году По-моему В 18-м Выйдет Шестая А в 17-м Кивами Ковими То что выйдет В 17-м Это какой-то Ремейк Или ремастер А то что выйдет В 18-м Это новая часть Также показали Новую Релизный Трейлер Игры Гаити Суды Let it die Фри-то-плей На какой-то Массакр С его Неповторимый Безумный Обещали Безумным налетом Да Зубным Зубным Обещали Что это Суды Работал Гробовщиком До того Как делать Игры Никогда Не устану Форсировать Это Не шутка Да Это Не шутка И это же Его фраза Нет Это Камии Фраза Про Посрать Нет Это Его фраза Гаити Суда А я их путал Как раз Камии На самом деле Гаити Суда Разработчик Человек Который Сделал В свое время Killer 7 No more Heroes Первую Вторую Часть И Killer Is Dead Например Вот такие Игры Если Вам Ну а ты дай Поиграй Она же Вот вышла Ну а ты дай Обязательно Пострим Но я хочу Killer 7 Людям показать И No more Heroes Многие не видели Я хочу В новом Heroes Хочу сказать Что в No more Heroes 2 В самом Начале Игры А ты Играл Нет Ну конечно Есть Сцена Дерешься С одним Из боссов Он выталкивает Тебя пафосной Речи Серии Ты Убил Моего Брата Тварь Теперь Сойдешься Со мной В честном бою Да я тебя Сейчас разорву На куски На кубики Порежу А потом Подходишь Срубаешь голову Световым мечом Она подпрыгивает Разворачивается На 180 градусов И посадится Обратно на шею Ну то есть Это происходит Там типа За пару минут Вот это вот Игра Отгаить И рекламируя Новому Heroes 2 Он реально сидел На унитазе Перед камерой И говорил Что для него Сделать игру Это как Сходить В туалет Покакать Да Скажем так Так нежно Сказали Про этого трешового человека Космический симметр Дреддноут Заглянет на Плейстейшн 4 Я перехватываю Тебе инициативу Да-да-да Давай VR-шутер Starblatt Arena Господь простит Absolver Новый мультиплеерный РПГ Слоклэп И Devolver Digital Новый трейдер Непонятный Уэйн Ролик What Remains of Этот Финш От создателей The Unfinished Swan И А я думал Это от создателей Идута Картера What Remains of Этен Картера Но мы с тобой ошиблись Просто название игр Нас обманули На самом деле Они ничем не связаны Ну Дизайн Логотипа Очень похож Правда Да И вообще Дизайн логотипа Очень похож Все навевает мысли О том Что это от одних Разработчиков Но нет Разработчиков Игр все же Разные Как Паша так стремительно Показывает трейлеры Ну вы так стремительно Их читаете Так ты не все показываешь Про тестами Вы говорили там Три часа То что То что мы Быстро Рассказываем Ты можешь даже не показывать Да Далее была Чуть позже После основного выступления Была панель С Кодзимой На Показали тот же трейлер Что на The Game Awards Но под песню Easy Way Out Группа Low Roar Подведем Что персонаж Нормана Ридуса Это главный герой А Мац Миккельсон Злодей Трейлер не пререндер А запущен он был На PS4 Pro Движок используется От Horizon Zero Dawn И называется Дисима Разработчики также сказали Что в трейлерах Много подсказок И он хочет Чтобы игроки Сами разгадывали Их И на сайте ДТФ Не могу не похвастаться Вышел подробнейший Разбор трейлера Да очень крутой Разбор трейлера До молекулы Расщепили Там я реально Я его читал И я думаю Ну ладно Наверное уже конец Читаю Нет И такой Я смотрю Там еще столько же Сколько я прочитал Потом еще отсылки К Metal Gear И там куча всего В общем если вы любите Заморачиваться Можете почитать Там просто Всевозможные Даже Имя движка Которое еще на тот момент На описание Разбора трейлера Не было понятно Что это движок И кому он принадлежит Ну Дисима Вот этот Да Там даже на эту тему Есть Хидео Дисима Да Есть Разбор И Ковыряние Вот Ладно Разбор и Ковыряние Звучит как отличное Название для аккаунта В Твиттере Да Перейдем К двум Самым важным вещам Которые произошли На PlayStation Experience Первое Это Uncharted 4 Просто Uncharted Господи Uncharted The Lost Legacy Начать Sony Конференцию Решила с козырей Ночной пейзаж Я не буду читать На самом деле Тут описано Довольно неплохо Что происходит Но так как мы смотрели И подробно комментировали Расскажем вам Наши впечатления В начале конференции По традиции Начинается с чего-то Бомбельческого С места в карьер Сразу начали показывать Нам показали Uncharted The Lost Legacy Где 5 минут Ходила женщина В Паранжепо По каким-то странным По каким-то странным Закоулочкам Где побежали Всякие мужчины Пытались Во всяком случае Но так как это оказалось Подружка Нейтан Дрейка По имени Я забыл Хлоя Хлоя Причем кстати Паша Паша сразу сказал Что это Хлоя С пятенот Ну реально С пятенот Он увидел глаза Говорит Это же Хлоя Ее глаза Ну там не так много В глазах Девочек Но молодец Потому что Я до последнего Думал Что это Лара Крофт Почему-то Захар Топил за Лару Крофт Хотелось интриги Хотелось интриги Тут вопрос в другом Да Что мы в принципе Все понимали Прекрасно Что это Uncharted 4 Что это Uncharted 4 Потому что Ничего другого Схожего Не могло быть В принципе Потому что Это не 1 апреля Потому что Я помню 1 апреля Как-то Konami совместно С Ubisoft Выпустили ролик Где Metal Gear Solid 4 И вместо Снэйка На Снэйке Костюм Мы обсуждали С тобой это не шутка Он есть В финальной версии игры В финальной есть Но в тот момент Не было еще Metal Gear 4 Вот Собственно Догадка подтвердилась 5 минут Хождения Были не напрасны И нам показали Hello Fraser Которая Дерется С мужчинами Не против Надин Рос А вместе Надин Рос Это чернокожий Боевик Женщина-боевик Да Это она Это надеяна Из Uncharted 4 The Fifth Sand У нее там Очень открытая концовка Вот ее линия Заканчивается Из серии Пока ребята Я пошла Ну реально Да Действие в The Lost Legacy Будет происходить Видимо После Точно после События Uncharted 4 После события Uncharted 4 Официально Захар заявляет Ну Ноти док Официально заявляет Захар Транслирует Да Да К сожалению Пока что Там не работа Хочется Пошутить Зажмуриться Ладно Ну ладно Когда вы штаб Работаете Позвони Мои мечты Я боюсь Да Зазвонюсь Вот На этом все На самом деле Что касается Uncharted The Lost Legacy Точно так же Но делают его люди Непричастные Uncharted 4 Нил Дракман Ушел В смысле Непричантный А это другая Абсолютно Команд Ну не Ноти док Делает Ноти док Но это Абсолютно Другая Творческая Команда Угри Ноти док Вообще Ну потому что Нил Дракман И вся команда Занята Сейчас Да До Ласт Фаст 2 Да При этом Брюс Стрейли Второй Правая Рука Нила Дракмана Которая Чесала Его Бороду Он Ушел В творческий Отпуск На секундочку На год До Лето 2017 Года Не было И он Сейчас Не работает Ни над чем Наверное Кроме Безделья Вкусной Еды А как же Нил Дракман Без правой руки Придется Левая Все Снова И ходит Сидит За Левой Восход Два Думаю Что Дракмана Кодит Он Ходит Стратиш Вот Трогать Себя Теперь Может Нил Дракман Только Левой Рукой Что За Что Мы Сочувствуем Я думаю Скажем Ненаде Он Левша Вот Все Хорош Давай Перейдем К Главной Вишенке Вот Но Это Все Не так Интересно Единственное Что Слухи Были Что Будет Делси Про Брата Нейтана Дрейка Сэма И его Друга Салли То есть Они Вдвоем Будут Колесить Но Нет Опять Опять Делси Про Двух Девочек Надеюсь В конце Будет Любовь Как И В Предыдущем Как И В 17 Только Мужские Господи Что Что Ладно Самое Главное То Что Вызвало Мне кажется Микро Приступы У Захара Мне кто-то Написал В твиттере Что точно Слышал Мой Пред Эквалидационный Вздох Я запнулся На этом Слове Но Это Неправда Все Было Значительно Спокойнее Не преувеличивайте В общем Инсайдер Да Мужчина Незнакомый Моя бывшая О господи Как плохо Инсайдер Шиноби На протяжении Там Последних Двух Недель Который Информацию Преподносит Исключительно Правдоподобную Он На Шинму 3 Намекал Когда никто Не верил В то Что это Может быть И на Ремейк Файнл Фентези 7 Когда никто Не верил Что это Может быть Он Намекал Прям Всеми силами Напрямую Не говорил Но выкладывал Треки Из The Last of Us Выкладывал Арты Из The Last of Us Всячески Намекал На то Что вот-вот На подходе На пороге Новая часть Из The Last of Us Может это Шехея Сида Женоби 602 Ну почему нет Два аккаунта У него В твиттере Он переключается Иногда пишет Я уверен Что у Шехея Сида Три телефона Если не больше И все от Сони Наверное Кстати Сто пудово У него есть Айфончик Потому что Как-то он говорил Что купил Вью И его семья Очень довольна Вот так вот Я сейчас Связал Он говорил Что у него Есть Вью Поэтому У него есть айфон Потому что он говорил Что у него есть Вью Он не пренебрегает Техникой конкурентов Вот что я имел ввиду Вот И Прямо вот В тот же день Выложил Я такой Блин Ну это точно означает То что анонсирует Новый The Last of Us Я дикий фанат The Last of Us Безумно понравилась игра Офигительная история Офигительный геймплей То есть Все что Все что вот Хочется от видеоигры В плане Модного В прошлом поколении Симбиоза Кинематографического И игрового Это все там было И при этом сеттинг постапокалипсис И грибы которые цокают И Ну Естественно Вторая часть Это Ожидалось многими С огромным нетерпением И ее действительно анонсировали Я безусловно С тобой согласен Единственное что Если что Ты видишь как девчонка Ха-ха Ну это мы и так знали Как ни странно Ты видишь как девчонка Я узнал об этом Когда мы с тобой Поиграли впервые в фифу А Ну это было тогда эксклюзивно для тебя Да А потом еще и для нескольких тысяч зрителей Когда я был в турнир Суть не в этом Для меня Last of Us Одна из наверное лучших игр Которые вообще я играл В предыдущем поколении Есть Но У меня есть к ней конечно же претензии Как же без претензий Только не говори что это ящики Какие ящики Нет Вот я не понимаю людей Почему-то все вспоминают Которые докапываются до того Что надо таскать ящики Ну то есть черт подери А ты в жизни что ящики и лестницы не таскаешь А ты лампочку силой мысли что ли меняешь Или что Ну вот серьезно У тебя такие потолки дома Что надо лампочку менять с лестницей Ну с чего-то С ящика Ладно Какая разница Ладно Либо лестница Либо ящик Не вывернешься в любом случае А как ты занавески стираешь Ну то есть Ты не пользуешься лестницей Или что Занавески надо стирать Так что это претензия про ящики и лестницы Это вообще Людям хочется за них втащить реально Ты в игру играешь И она максимально реалистична в этом моменте Как тот мужик втащил кенгуру Да Втащите тем людям Потому что ну что за бред Вот Мне не нравится то что там Очень много Ну Как бы было обещано Что не будет откровенных триггеров Вот А я их нашел К сожалению Когда ты Ну то есть И меня это немножко расстроило Когда у тебя нет врагов Ты все зачистил И ты вроде прислушиваешься Никого не слышишь А потом ты задеваешь какой-то триггер Который ну меняет код соответственно И у тебя появляется куча рабов На карте Да и хорошо если три у меня там в одном месте просто Ну там был отель по-моему заброшенный Где ты сначала людей убиваешь А потом туда набегают эти Ну ну вообще все вместе да Там полный набор был всех И даже жердяй был Вот Вот да В подвале с ним битва была очень сложная Вот И Такие моменты меня расстроили Но в остальном Это ну Одна из лучших игр Которая вообще когда-либо играла Согласен Меня расстроило другое То что Практически никакого внимания на Элли Не обращали Враги То есть ты там Крался И старался вести себя незаметно Она бегала у них прям перед носом Основная проблема да Ласт оф Аса Которой собственно мы никогда Почему-то все время забываем рассказать И то что тоже меня расстраивало опять-таки Это То как работает Элли Ее искусственный интеллект заключается в том Что она тоже Если вы не в курсе Ласт оф Аса Игра про двух персонажей Вы управляете за мужчину взрослого И у вас есть типа девочка Которую вы типа удочерили Условно Потому что В постапокалипсии себя официально Никого не удочеришь Да Вот и вы с ней путешествуете Это такое road movie Через там Всю Америку Да Через всю Америку И она естественно И сражается вместе с вами Она вам помогает всячески Напрыгивает на врагов Когда они там вас хватают И так далее Но При этом Когда вы прячетесь И пытаетесь все по стелсу пройти Она бегает вот так вот Вокруг Ваш Да Никто ее не замечает Как будто все окей И из-за того что Искусственный интеллект И сделать стелсовый Искусственный интеллект Который бегает вместе с вами И так как вы можете В любой момент В любую сторону повернуть Невозможно прописать идеально Да Во всяком случае Тогда было невозможно Случалось Таким моментом Разработчики приняли решение Что ее Враги не будут замечать Когда вы прячетесь Вот И это конечно Немножко выбивает Из атмосферы Из атмосферы В остальном Атмосфера очень густая И всегда Вот это как будто Там ну Внутри этого мира Все Воссоздано Супер детально И тут ну Враги Которые Которые ориентируются Вообще по звукам Они не замечают Там бегающую Прямо у них Под носом Девицу Ну это было Непонятно Абсолютно Да Решение спорное Но тем не менее Я так понимаю Что лучшего варианта Не было Иначе бы Все время Она бы триггерила Бо врагов Потому что Она действительно Все время Перемещается По своей воле Каким-то образом Ориентируясь Естественно В вас Но тем не менее Ну то есть Правда потом Был DLC Краслэфт Бехайн Где можно было Поиграть За Элли И когда За Элли Можно было В основной Играть Да Это тоже И когда Она одна Таких проблем Вообще нет Да Естественно Когда персонаж Один То у вас Все хорошо Вот Ну И мы Обязательно Мы с Пашей Вот Общались Ну надо Постримить Ласт оф Аст Я так и не доиграл Я бы предлагаю Вообще Выбройти на стримах Ну типа там Часок 20 Это вполне себе Можно там осилить За год Недельку Другую Ну на немом Нет Ты не представляешь 20 часов Это месяц Другой Ну раз в неделю Стримить А ну раз в неделю Стримить Окей Я думал Ну не всегда же получается Каждый день шарашить Нет Каждый день шарашить Других игр нет Вон завтра выходит Или сегодня Когда там выходит Дэдрайзинг 4 А Ласт Гардин Много чайцев Ходят слухи От тех Кто купил игру пораньше Что Дэдрайзинг Так себе Не понравился Да Ну надо сами конечно пробовать Но просто такие вот На реддите слухи ходят Ну вот собственно И попробуем Будем знать Постримим для вас И вы узнаете И мы узнаем Сходу Вот ладно А ну и собственно Анонсировал Ласт оф Ас 2 Самое главное Да Трейлер почти ничего не говорит О событиях будущей игры Некоторые выводы Сделать можно Элли переживает Какую то личную трагедию Очевидно И хочется отомстить За то что испытала Ее руки дрожат А по щеке стекает Кровавая струйка В начале тизера Можно увидеть граффити С эмблемой цикад Это организация Которая искала вакцину От зомби вируса В первой части И нашла ее в крови Элли У вас не все гладко С этими людьми Скажем так Да Скажем так Очень негладко Загадывать не будем Но может статься так Что Элли Мстит именно им И главным врагом Выдут не зараженные А люди Ну В зомби апокалипсах Ну и вообще Таких постапокалиптических Играх Всегда главные враги Люди Это типа Главная мораль И это кстати Уже немножко Поднадоело Что типа Люди всегда плохие Главные враги Особенно В лицо совать Самые плохие люди Это Ой тфу Самые злые Это не враги Это не зомби А люди Всегда это делают В лицо совать В трейлере Элли играет на гитаре И поет песню Шона Джеймса Through the Valley Отчасти библейский мотив О месте Бесстрашии И истреблении врагов Это уже Какие-то Такой глубокий анализ Тут не нужен Мне кажется Библейские мотивы Начались Почему Кто-то может Что Ее вообще Да Вот интересно Есть теория Которая мне понравилась Я видел Что Джоэл Тогрил Можно чисто теоретически Догадаться Что в целом Джоэл Либо Умер Либо довольно стар Да Говорят что Ей 19 лет Да Играть мы будем В основном За нее 19 лет Джоэл К тому В первой части Ну подожди Сколько ей было В первой части Ну там Она школьная Ну лет 14 Ей было Ну это всего Пять лет Ну это так много Ну так много Ну Джоэл В любом случае Довольно староват Был Слушай У него В больнице Я перемещался И такие Я перемещался Из локации Ну то есть Там были Такие сектора В больнице Ну типа Отделения Я в отделении Всех усыплял Милицию Да Вот И когда я переходил В следующую локацию Мне из предыдущей Долбили в дверь И я такой Ну блин Пацаны Я же всех там Уложил Это тоже самая проблема С триггерами Да Это проблема Есть коридор Который соединяет Два больших здания И там Триггер Что открывается дверь На распашку И бежит прям группа Цикад Из одного отделения В другой И тебе надо спрятаться Успеть Да Я тоже это запомнил Да Поэтому Будьте проще Игра находится На очень ранней Стадии разработки Как сказали В Sony Ожидать ее выход Даже в 2017 году Я думаю Очень самонадеянно В 2017 выйдет Uncharted The Lost Legacy А Про Uncharted The Lost Legacy Забыли сказать Очень важную вещь Это будет отдельная игра Ее можно будет играть Без Uncharted 4 Она продолжает События Uncharted 4 Она выйдет И на дисках И в цифровом магазине Все как С предыдущим Дополнением Для Last of Fast Изначально Left Behind Была только Как DLC К Last of Fast На PS3 А ее потом сделали На PS4 Она стала отдельной игрой Но В отличие от Left Behind Uncharted The Lost Legacy Выйдет еще и на диск Вот Можно будет Поиграть и отдельно Но при этом Это все равно Не полноценная игра А расширенная Глава В Вселенной Uncharted Это самое большое Дополнение Которое делал Naughty Dog Но все же Это дополнение И собственно Теория На которой Я думаю Можно завершить Наш сегодняшний эфир Футболисты Геи Футболисты Геи Да Теория о том Что Джоэл На самом деле Мертв Футболисты 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 Логично Ну да Еще не показывают Но мне в первую секунду Больше понравился сюжет Что она будет Охотиться за Джоэла Она будет охотиться за Джоэла? За что? Ну я не знаю Ты же Да Есть Женщина Ладно Раз уж мы Надронем Не надо Это мне кажется На первых Не надо Тут опять Паш Серьезно Вот Есть теория И кстати Паш Сейчас мы Натолкнул На действительно Интересную мысль Вот Тут только не без Беспойлеров Не без Беспойлеров Не получится Из-за того В конце Игры Первая Ничего страшного Все же прошли Сколько лет Прошло В конце В конце Ласта Фас Джоэл Увар Ворует Элли Если кто боится Спойлеров Можете Сейчас Отойти Даю Уже Немножко Сознан Можете Вот Ворует Элли Уцикат И Так Только В ее крови Нашли Не только В ее крови В ее крови В ее крови В том числе Там есть Аудиозапись Где говорят Что много Таких Ну хорошо Много Но Мы видим Только Элли И только Она Типа Последняя Надежда Человечества Условно Она так Преподносится Во всяком Случае И Что ты делал Что в конце Это как бы Это раскрывает Это не важно Сейчас Ну это важно Для понимания Теории Мы уже Обсудили Это что Нашходит Пленку Окей Сейчас Не надо Форсить Дальше Это сейчас Неважно То Давай Давай Говори Что важно Окей Вот Именно Вот И Элли Спрашивает У Джоэла Потому что Она очень Переживала Она готова Была Себя Пожертвовать Чтобы Из нее Сделали Вакцина Она Говорит И спрашивает Джоэла Типа Что Что Случилось Типа И он ее Обманывает Он ей Говорит Что Типа Ты Не Оказался Непригодный Он же Это Может Стоить Ей Жизни По Моему Это Говорит Глава ЦК Только Джоэлу Ее Уводят Уже Не Суть Мысль О том Что Она Будет Мстить Джоэлу За Это В принципе Это Не Может Длиться В принципе Может Да Она Сошла С Конечно Вот На этой Прекрасной Ноте Сумасшествия Она Сошла С С Если Она Видит Джоэла Но Если Его Это Просто Как Символ Того Что Я Готов Мстить В общем Никто Не Знает Что Будет Мы Уже Придумали Блин Синдром Кодзима Начинается Трейлер Разбирать По кадрам Все Давайте Прощаться Спасибо Что Были С нами Сегодня Утром Спасибо Что Смотрели Спасибо За Донатики Приходите На Другие Стримы Приходите Завтра В 11.00 На Следующий Выпуск Ебм С вами Павел Балацкий Захар Бочаров И Увидимся С вами Сегодня На Трансляции Сейчас Мы Пошли Решим Какой Всем Спасибо Большое За Внимание Ждем Вас Всех Любим Пока Всем Счастливо Счастливо